Христос воскресил. Твои семьи воскресил. Когда евреи шли овладевать землей обетованной, то, как вы знаете, там 12 колен, 12 сыновей Якова составляют 12 колен Израиля. И они по коленам шли, по племенам, по своим поколениям. И колено Гада, ну такой, один из детей Якова, Израиля, Гад. Это совсем не означает то, что на нашем языке слово Гад. То есть он никакой не ползучий. Это просто имя такое. Колено Гада, оно облюбовало себе место перед Иорданом, еще до входа на землю обетованную. А как вы все наверняка представляете, Иордан это была водная преграда, отделявшая эту Палестину, филистинскую землю, которую, собственно, Бог и дарил евреям. Нужно было переправиться через Иордан и овладеть землей при помощи обнаженного меча. А Господь обещал быть помощником в этой войне священной и силой своей выгнать эти развратные народы, которые числом семь, семь развратных народов, населявших эту священную область. Здесь все полно символизма, поскольку святой землей можно назвать сердце человеческое, область духовных побед. А семь злых народов, которые населяют святую землю, это главные злейшие страсти и грехи, с которыми нужно бороться человеку. Бог обещает помогать. То есть духовная жизнь очень часто имеет характер военных действий. И у христианина очень часто присутствует воинское сознание. То есть пацифистского сознания у христианина нет. У него нет кровожадной, не должно быть кровожадности, не должно быть других всяких таких гипертрофированных, таких воинских желаний всяких. Но сознание воина должно быть, потому что мы ведем борьбу постоянно. Если не ведем, то уже проиграем. И вот надо было зайти на территорию священной этой земли, обещанной. Причем переход через эту иорданскую землю был таким же чудесным, как переход через Красное море при бедстве из Египта. Иордан остановился в своем течении. И та вода, которая остановилась, стояла стеной, а та, которая вот текла, ушла, и Иордан обнажился. И вошли в воду, первонаперво зашли в это русло туда священники, священники, носившие ковчег, потом весь народ перешел, а в память этого перехода странного, удивительного, взяли с дна 12 камней, по числу 12 колен, соорудили жертвенник. И когда они вышли на тот берег, иордан потек обратно себе своей дорогой. То есть море, види и побеже, иордан, возвратися вспять. Так в псалмах поется. Что тебе с морем? Я как побегла, и си тебе, иордан, я как возвратился, и си вспять. То есть Господь творит чудеса на водах очень часто. Вода – это такая восприимчивая к Духу Святому стихия, которая позволяет Богу творить чудеса больше, чем что-нибудь другое. И вот, когда они переходили, то одно из колен, в частности колено гада, оно сказало Моисею, «Слушай, можно мы не будем переходить туда, за иордан? Уж больно нам здесь, хорошо. Стада наши обширны, земли здесь много, и трава здесь сочная. Можно мы останемся здесь?» Они, впрочем, обещали пойти туда со всеми вместе, повоевать там, как Бог приказал, потом вернуться и там остаться. До иордана. Моисей на них прогневался за это. Говорит, вы мне сейчас, понимаешь, своими этими материальными размышлениями, то есть народ весь развратительный. Потому что они были пастухи, они, конечно, выбирали себе тучную землю, где бы травы побольше, потому что это их жизнь. Вот, этот меркантилизм, он мог помешать, расслабить сердце еврейского, этого народа, и они могли в очередной раз оказаться неверными. Уж сколько раз мы там читаем в этой Библии святой, как часто они изменяли этим Божьим приказом. Говорит, воюйте, они не хотят. Говорит, не воюйте, они воюют. Говорит, одно дело и другое. Постоянно не то, что надо. Ну, собственно, как и мы с вами. То есть это тоже некая матрица отношений между людьми и Господом. Вот Моисей прогневался на этих гадарян, на это колено гада. Говорит, ну, сейчас всех поразвращаете мне. Однако он разрешил им пойти повоевать, а потом вернуться и занять те области, которые им понравились. Вот это и есть те места, о которых мы читаем сегодня. Там Гадаринские и Бесновак. Гадаринская страна – это земли, населенные коленом гада, на той стороне и Ордана, уже, так сказать, принадлежащие не к святой земле Израиля, а уже ближе к язычникам. Ну, и, видимо, они, поскольку ближе к язычникам, они плодили свиней, имели себе, значит, такую сельскохозяйственную такую работу, бизнес такой. Хотя, как вы знаете, арабы и евреи свинину не едят, это у них для этого есть свои мистические основания. Вот там свидетельствия этих свиней, там были Бесноваты, там совершил Господь Иисус Христос свое чудо. Ну, мы, так сказать, заканчивая эту тему, которую я только что обозначил, я хотел бы вам сказать, что очень часто желание найти себе, так сказать, такое место получше рождает у человека очень много проблем в жизни. Это, ну, если мы будем брать не примеры из жизни, что есть примеры из жизни, их просто миллион. Вот. Там, помню, когда-то однажды посещая, там был в этом самом, Чикаго, и там много наших, значит, ну, общаешься с ними, и там, например, я нашел такую странную проблему, которая у многих наших есть. Мы вот выехали всей семьей, и у нас там, скажем, дети там были, там, 15-16 лет, а теперь им там 20-22-23 мальчики, и они были дома нормальные, сюда приехали и стали гомосексуалистами. Что это такое? А не поймешь. То есть, ну, какой-то зародыш греха может быть в каждом человеке, но покуда это все купируется снаружи, потому что этого всего в культуре нет, оно себе там спит и не тревожит человека. А когда он попадает в среду, где-то все разрешено, легализовано, и его там, понимаешь, со всех сторон ему дудят в оба уха, что-то нормально вообще, да ты попробуй, ничего страшного. И они пробуют и остаются в этом всем. У них там потом голова меняется полностью, они и молиться, от веры отказываются. Вот он говорит, мы уехали для того, чтобы просто нормально жить. Мы никогда не думали, что мы потеряем своего ребенка. Ну, вот так оно и бывает. Поехали, чтобы просто хорошо жить, а потом хрясь, и все пошло прахом. Вроде бы и живем неплохо, но на самом деле никакого счастья нет, потому что все поломалось. Это примеров из жизни есть миллион, когда люди бегут за лучшим, а находят какую-то такую, не знаю, такую пропасть какую-то находят и летят в нее вверх тормашками и не могут выбраться из нее. А если Библию брать святую, то там тоже описывается, как Авраам, например, и Лот делили место для своих скотов, для пастбищ. Авраам был человеком старшим и имел право выбирать. Но он сказал, выбирай ты. Если ты идешь налево, я направо. Если я налево, ты на... Короче, ты выбирай, я подстроюсь. И Лот посмотрел на землю, которая кругом была, и выбрал себе долину Содомскую для жизни. Потому что долина Содомская была красивая, как рай. Там было так хорошо, там прям глянешь, как бы, и заплачешь от счастья. Но он уже знал, кто там живет. Потому что в этой долине, похожей на рай, изобилующей всеми плодами земли, жили очень гордые, упертые, развратные люди, которые находили удовольствие во всех грехах. Не только в половых извращениях. Нет. Они находили удовольствие в любом зле. Если, например, бы слепой шел перед ними, то они бы поставили перед ним ножку, чтобы слепой он пал, и было бы им весело, и бы смеялись. Если, например, я украду что-нибудь у тебя, то я потом этим хвалюсь. Не то, что я прячусь от солнца и от людей, что я вор. Не, я потом говорю, а я украл, гляньте, никто не заметил. Они любили грех. Они любили всякий грех. Им любой грех доставлял великое удовольствие. Если я, например, там угощаю тебя пирожками, или там торс спеку, например, там хозяйка спекла, а ну-то камушек мелкий засунет, кому попадется. Ты грызнул, как бы, значит, зуб сломал, как бы. А она смеется. А ей весело. Он говорит, ты упала, мне смешно. Вот ты плачешь, а я радуюсь. А уже потом, конечно, и всякие развратные дела. Это им тоже нравилось. Это была их жизнь. Они уже все друг другом переспали в этом Содоме, в этом Кадалот. Значит, к нему ангелы пришли, они заметили новых людей. Говорят, там какие-то новички пришли, ну-ка, давай сюда мы их познаем. Они уже все друг друга познали, так сказать, им уже надоел каждый друг другу. А вот новички, вот эта свеженькая, давай познаем их. Это ангелы были. Вот Лот туда заселился, в эту злую местность. Потому что там было хорошо, по части, вот, ну, вот, по части материального. Поним? И мы с вами абсолютно так же слепо поступаем, когда мы лезем за какой-то, значит, лишней добычей, за какой-то там, значит, прибавкой к заработной плате, за каким-то длинным рублем вот мечемся, значит, закрывая глаза на те проблемы, которые могут родиться оттуда. Вот эти гадарянские бесноватые, они не зря были бесноватые, именно в Гадарине в этом. Потому что, видимо, как-то оно все по поколениям идет. И там, дед давно нагрешил, а внуки до сих пор хлебают. Потому что существуют некие тесные связи между... Это мы пока этого не видим. А потом, когда книги эти все раскроются, когда глаза наши прозреют, когда эти все тайны снимутся, и мы тогда увидим эту всю связь греховную. Какие длинные цепи тянутся туда в глубину столетий. От одного к другому. Как эти цепи могут рваться на каком-то человеке, который покаялся, или наоборот, укрепляться и умножаться на том, кто не покаялся и потянул их дальше. Вот эти все цепи нас держат, понимаете, и мы ищем одного, а находим постоянно не то, что ищем. В общем, мы сегодня слышали о том, как бесноватый был человек, в котором был легион бесов, то есть большое количество. Там есть точная цифра. Если брать легион, как воинское подразделение римской армии, то там есть точная цифра, сколько тысяч нечистых духов находилось в этом человеке. А вообще легион, это мера числа. То есть там, я сейчас боюсь ошибиться, то ли 10, то ли 100 тысяч, это обозначается этим словом легион. То есть там огромное количество нечистых духов нашло в себе обиталище в человеке. Оказывается, человек, братья и сестры, это вот такая лакомая территория. То есть в чем смысл существования человека? Если вы будете когда-нибудь вести богословские споры с кем-нибудь, или просто сами с собой будете рассуждать, зачем мы живем? Какой смысл? Вот создал Бог человека. Зачем? Вот. И вот многие, значит, святые говорят, что человек создан как чаша, как жилище, как живой дом, в котором хочет поселиться Господь. Если угодно храм. Храме на жилище Божие. Хочет Бог жить не только в уме и совести, но вообще заселиться в человека, чтобы руки были Божьи, чтобы глаза были Божьи, чтобы все было, чтобы Богу работало. Как Пресвятая Богородица исполнила это предназначение, она была жилище Божие. Все остальные тоже должны к этому стремиться. Но, оказывается, демоны тоже желают жить в человеке. Тоже домик им вожделенный. Тоже заселиться в него хотят. Для того, чтобы через него и с ним, и, значит, и в нем творить всякое безобразие. Древние, там, средневековые схоласты спрашивали, сколько демонов может поместиться на конце иглы? Может быть, вы слышали такой вопрос из средневековой философии. Над этим вопросом в свое время очень много смеялись. Вот, смеяться нечего, потому что на кончике иглы может поместиться сколько угодно демонов, ибо демоны духовные и места не занимают. В трехмерном пространстве у них место не занято. Их может быть миллионы на маленьком плачке. Потому что они, так сказать, другие. Они из другого измерения, здесь им места мало надо. Поэтому в человеке там жило огромное количество всякой этой гадости, которая почувствовала приближение Иисуса Христа, и они начали молиться. Вот, это же бывшие ангелы. Они же тоже, когда-то, помню, есть такие, апокрифические рассказы, это неправда. Но это такая, некая легенда про то, как демон с ангелом повстречался. И они когда-то были в одной небесной иерархии. Между прочим, такой образ часто используется в кинематографе, когда, значит, изображаются ангелы, значит, и демоны, которые узнают, «А, слушай, я помню тебя, мы когда-то вместе с Богом молились, а я уже давно не молюсь, я теперь с Ним воюю». И вот бесы и ангел повстречались, и ангел говорит ему «Слушай, брат, а ты помнишь, как мы с тобой пели? Пели на небе, пели Богу хвалу». Говорит, «Да, помню, было времечко». «А ты слова не забыл?» Говорит, «Да, вроде нет еще». «А попробуем еще, споем?» Говорит, «Ну давай». И они начнут петь, и этот черный вдруг начинает светлеть, 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 и у него там эти какие-то когти отпадают, там крылья отгибают. И они, понимаете, так красиво, но неправо. То есть не поют демоны ангелу Богу, ангелу, ангельских песен Богу больше, и уже не кают, уже все, все. А человек, да, человек, например, там, окунувшийся в какую-то грязь, потом он говорит, «Слушай, помнишь, как мы с тобой в паломничество ездили, в святую землю, вот мы плакали у гроба Господня, помнишь, помнишь, как мы так вот читали ночью Евангелие, помнишь, да, помню, было время такое, а давай еще попробуем, ну давай, ну давай». И вот у человека может получиться такое, понимаете, вот. И эти вот они заселились, то есть они хотели, он, оказывается, нужен человек, демонам, нужен, ну им-то зачем, нужен. Человек ведь лучше ангела, человек лучше ангела, уже ангельские радости у нас есть. А чего радуется ангел? Например, о едином грешнике кающемся. А мы можем радоваться об едином грешнике кающемся? Ну конечно, нам тоже это доступно. Если у нас будет доброе сердце, мы тоже будем радоваться, если кто-нибудь исправит свою жизнь. Это ангельская радость. Ангелы Богу поют, мы поем, 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 кто хуже, кто лучше, но мы должны петь. Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Ибо царь всей земли, Бог, пойте разумно. То есть ангелы разумно поют. Они не так поют, что язык поет, а голова летает. Нет, они поют умом, всем существом поют. Мы можем? Можем. Там в откровении Иоанна Богослова ангел летит по небу и держит в руках вечное Евангелие. Мы можем нести в руках вечное Евангелие? Можем. Вот я ношу его на службе. Выходим с Евангелем, священникам, премудрость, прости, вот ангельская радость. Читаем Евангелие. Это все ангельские радости. У нас они есть. У нас есть ангельские радости. Но у нас еще человеческие радости. Например, мама постирала сыну рубашку, завязала галстук, погладила костюм, одела его с иголочки и отправляет его на 1 сентября или на вступительный экзамен в институт. Смотрит, ну красавец какой, слушай, и аккуратненький, чистенький, молодой, хороший, все такое, сынок мой, да, иди с Богом. А эта радость есть у ангелов? Нет. Нет у них ни жен, ни детей, ни постиранных рубашек, ни выглаженных костюмов. Нету ничего у них, а у нас есть. Если человек, например, там, не знаю, вот паркетчик, паркет уложил, уложил его как стеклышко, прям вот, вот, как яичко ровно. Значит, такое, ему приятно? Очень приятно. Любой человек, который хорошо делает свое дело, имеет источник радости в хорошо сделанном деле. И если, например, мы воспитаем детей лентяями, то мы просто отнимем от них радость. Потому что источник великой радости для человека, это хорошо делать свое дело. Что бы ты там ни делал, там, рисовал ты, или краил, шил, там, возил, строил, там, лепил, пел, вот, учил, лечил. Хорошо делаешь свое дело, ты радуешься. Вот этой радости у ангелов нету. Потому что они ничего не делают. Только поют, наказывают грешников, значит, и милуют, так сказать, крылами покрывают, значит, этих птенцов человеческих, вот нас всех с вами только. Поэтому у нас есть и то, и другое. Человек лучше ангела, лучше. В нем соединилось и невидимое, и видимое. Частица целой я вселенной поставлен, мнится мне в почтенной средине естества я той, где кончил духов ты небесных, где начал тварей ты телесных, а цепь существ связал всех мной. Кто это сказал? Гаврила Романович Державин. По идее, нужно в классе в седьмом всем выучить наизусть. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я Бог. Но будучи я столь чудесен, откуда я пришел, безвестен, но сам собой я быть не мог. Твое создание я, создатель, твоей премудрости я, тварь, источник жизни, благоподатель душа души моей, царь. То есть вот, это вот про человека, он такой вот и есть. Твоей то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило, мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, отец, в бессмертие Твое. Слышите? Что такое русская поэзия? Это же вот так вот, вот здесь не стыдно это читать. Вот на омвоне стоишь с крестом после литургии, в облачении, еще не снявши облачение, и не стыдно читать некоторые из русских стихов, потому что вот оно какое. Зачем нужно человеку образование? Тоже для радости. Так вот, живешь, ничего не знаешь, как скотина живешь. А тут друг узнал и обрадовался, и уже жить интереснее. Вот этот бедный человек, который бесов в себе имел, целое общежитие, понимаешь, из него превратили бесы, такой прям вдруг, и они жили в нем, понимаешь, и хорошо им там было, и когда Христос пришел, они почувствовали его, и молиться начали, вспомнили, паразиты, как они когда-то молились, начали обращать к нему просьбы свои. Знаете, как тяжело гордому смириться? Как тяжело гордому, например, на колени преклониться, например, или сказать, там, прости меня сказать. Даже согрешит человек, как бы, знает, что виноват, а не просят прощения, потому что гордое сердце какой-то сатаны. Так вот, а эти вообще начальники греха. Вот они смирились, говорит, не повелевай нам в бездну идти. Оказывается, существует некая бездна, которая даже бесам страшна. Бесу страшно эту бездну опускаться. Пока не любят, не повелевай нам этого. То есть дай нам что-нибудь другое, а что ж там другое? Ну, хоть в свинью зайти, и то, понимаешь, за счастьем ему. Человека на свинью сменить, лишь бы в бездну не идти. Христос разрешает им это. Милостивно на время повелевает. Для того, чтобы на этом грязном животном, символически грязном, конечно же, потому что свинья ни в чем не виновата. Я когда-то говорил вам, почему она считается нечистой. Сейчас на всякий случай повторю, может быть, кто забыл. Вот они заходят, и бедных животных заходят, и погибает стадо, для того, чтобы мы видели бесчеловечие падших духов. Никакой жалости у них нет. Вот проверьте себя, если у вас тоже будет, не дай бог, бесовский дух, если ваша бессмертная душа приобретет какие-то бесовские черты. У вас будет тогда злорадство, у вас будет, значит, желание зла кому-то, значит, вы будете радоваться чужому несчастью, и вам ничего не будет жалко. И детей своих, если вы так воспитаете, они тоже будут бесеняты, например, на клумбу наступил, а ему не больно, пошел дальше. Он даже не заметил, например, такой. Там, скажем, там вот форточка там бьется, например, ветром такой, вот еще пару раз ветер ее там трясанет, она разобьется, а он пройдет мимо, даже не подумает закрыть. А что не закрываешь? Так это не я открыл. И дальше пойдет. Ну, действительно, это же не он открыл. Вот, так ему не жалко ничего. Ты ему купил что-нибудь, например, новое, чистое. Он, конечно, пришел, но уже драное, грязное, значит, уже он где-то там пол вытирали вот этим, что ему. Это что? Это бесовский нрав. Ничего не жалею, ничего не люблю, всем пользуюсь, все ломаю, все бросаю, ничего не делаю. Мы таких чертей можем повоспитывать с вами, мы сами, что потом мы будем иметь очень печальную старость. И человеку нужно обязательно научить, чему научить? Вот, гляньте на китайцев. Мы про них вольниц-но-лиц разговариваем там. Почему их так много, кстати? Ну, много их. И культура у них древняя. Мы в лесах на ветках сидели, а они уже писали стихи и занимались мореплаванием. У них культура на тысячу, там, полторы тысячи лет древней наших. А что в них там интересного есть? Они старших уважают. Они очень любят трудиться. Мы перед своим балконом по лесадничке там гладиолусу сажаем, а они картошку. То есть у них любой кусок земли занят какой-то полезной культурой, чтобы поживать, что-то можно было. И вечно, муравьи работают. Работают, работают. И старших уважают. Шапку ломят перед всяким старшим человеком. Понимаете? Вот поучиться надо, потому что оказывается, это очень живучие культуры, очень живучие народы. Вот этого трудолюбия и уважения к старшим оказывается достаточно для того, чтобы полмира захватить. Одним только трудолюбием, одним только уважением к старшим. А мы повоспитываем своих, понимаешь, таких чертенят эти все, которые спесивые, думают про себя, как будто они пуп земли такой, никого не уважают, мимо ходят, как бы здрасте не скажут. Так вот и потом что? Потом будут проблемы. Поэтому человек, он такой, он и к Богу может подняться, и в бездну опуститься, значит, и ангелы могут в нем жить, и вот эти вот, эти дьяволы, тоже в нем, человеки, к сожалению, тоже могут поселиться. Но на прощание скажу, что бывает еще хуже, когда в человеке, как говорила остроязыкая дама такая, Фаина Раневская, раньше, говорит, я читала, в некоторых жили ангелы, в некоторых Господь, а в некоторых поселялись демоны, а теперь, говорит, нет в людях ни ангелов, ни демонов, одни глисты. Вот прислушаемся к этим словам, потому что люди стали жить так неинтересно, так плоско, так вообще как-то так попоросячьи такое, что действительно так, демону может стыдно заселиться в этого человека, да, скукота одна, то есть нет интересного ничего в человеке, ангел-то точно не придет, ангелу просто поплакать рядом придется, вот, вот, интересная жизнь, она у нас с вами должна быть, вот, и вот, мы уже немножко так зацепили, труд рождает радость, кто об этом не помнит, кто-то забыл, что труд рождает, зачем трудиться человеку, да не только кормить семью, не только для рта работа, для радости, настоящий труд рождает радость, научимся, будем счастливые люди и так далее, значит, вот, сегодня мы таким образом вкратце, так сказать, пробежавшись с вами по этим гадаринским событиям, напоследок скажем еще одно, что мы в дьявола не верим, в символе веры у нас про дьявола ни одно слово не верим, мы верим в Бога, но, к сожалению, знаем, что дьявол есть, об этом говорит нам молитва «Отче наш, не веди на свое искушение, но избавь нас от лукавого». Вот я вам на прощании и хотел бы пожелать, чтобы вы были избавлены от лукавого, который добирается в наши души через старые вещи, сребролюбие, зависть, обида, колдовство, гадание и новые вещи, например, игровая, компьютерная зависимость, порнография, там еще какие-то там всякие такие вещи, вот это у него такая проторенная дорожка, вы знаете, что у него старые вещи все остались, люди как грешили при царе Горохе, так и сейчас грешат, а есть новые вещи, есть вот я слышал такие, психологи бьют тревогу, например, отпор на зависимость, от игральной зависимости, вот начал там в танчике дядька играть, дядьке уже там 32, например, а он по ночам приходит с работы вечером и до 3-х часов ночи сидит, играет в танчике, понимаете, и оторваться не может, не может, вот там хирург, там был судебный процесс, там в одном из городов Российской Федерации, больного зарезал, всю ночь играл в казино в рулетку, а там, если вы когда-нибудь там были, там окон нету, нет окон, часов нету, типа таких, не знаешь, сколько времени, стены красные, все мигает, и алкоголь бесплатно, и там зашел в 5 часов вечера, а вышел в 5 часов утра следующего дня, и ты не знаешь, сколько там было, карманы пустые, на душе плохо, да еще и выпивший, а он на работу, на дежурство шел, и пришел, и больного привезли, он его зарезал, зарезал человека, потому что руки дрожат, на душе гадко, и он всю ночь не спал, крутил рулетку, там или там, в одноруковый бандит, вот тебе новая беда, новые беды есть, и лукавые воюют с нами, ой-ой-ой, и сколько убитых на этой войне, в плен взятых, раненых, искалеченных, как на стоящей войне, на войне есть дезертиры, трусы, предатели, военачальники, которые спят, солдаты, которые погибают ни за что, плохой подвоз припасов, например, там или вооружений, ошибки планирования стратегического, это все на войне есть, и есть искалеченные, убитые, перебежчики, и дезертиры, вот все, что есть на войне, все есть сегодня у нас, в этой духовной битве, а у лукавого оружие умножилось, умножилось, если он раньше воевал с взрослыми мужиками и бабами, он теперь воюет уже с малолетками, ему еще только 7 лет, а он уже такое может найти в телефоне, там или 10 лет ему, что ты такого в жизни не видал, что ты и сейчас не знаешь, что такое бывает, а он это уже видел, он знает, как это называется, он знает, что это такое, представляете такое, вот смотрите, друзья мои, это наша общая задача, родительские пароли ставьте на компьютер, на телефон, чтобы вы хоть имели возможность, там или оградить его от этого, этого ребенка, или значит, знать, что он смотрит, куда он лазит, потому что если лукавый в голову заползет, как ты его из головы вытащишь? Он яблочко румяное, а червяк в середине, как залез по черенкам, и не видно, он смотришь, пацаненок симпатичный, молодой, хороший, а у него уже в сердечке, червяк сидит уже лет 5, и точит его там оттуда, он уже больной человек, просто не обследован, девчонка молодая, как тоже румяное яблочко, а в ней уже там поселилось такое, что Господи Иисусе, вот уже надо опять читать тему египетской, заново, понимаете? Это все есть такое, вот эти те, которые зашли в Гадаринского бесноватого, они куда ушли? Они вот по миру бродят себе, жилища ищут, ищут куда подселиться, как в этой сказке, лисичка ходит ищет, какого зайчика из домика выгнать. Вот они хотят все к людям поподселяться, а нам что делать? Нам с крестным знаменем в храм ходить, потому что если в храме нас не будет, тогда мы будем этими несчастными жертвами всякого бесовского издевательства. И на прощание я вам всем желаю, от сердца к сердцу, как пастырь, посомам, как священник после литургии, людям причастившимся, чтобы силой Христа своего святого, Христос очищал ваши помыслы, сердца, уста, дела, слова и мысли, чтобы вы были защищены снаружи и снутри, и вы, и дети ваши, чтобы мы не повторили на себе самих печальную историю Годоринского и Бесноватого. Храни нас, Боже, аминь. Христос воскресе, целуем крест, слушаем благодать всем молитвам, и будьте Богом хранимы. До свидания. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Продолжение следует...